Сто лет со дня образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи отметили в Доме культуры поселка Афибского. Торжественный концерт в честь героев тех лет собрал в зале самых преданных своему делу энергичных и целеустремленных комсомольцев. Прежде всего, основная задача, которая ставилась комсомолу – воспитание патриотов своей страны, а патриотов без Родины быть не может. Что значит быть комсомольцем? Значит вперед, значит быть первым, значит всегда впереди. Кто такой комсомолец? Это человек, который защищал свою Родину в военные страшные годы. Это те ребята, которые с гордостью носили комсомольские значки на груди, они поднимали целину. Это те люди, для которых было большой честью нести звание комсомольца. И только самые достойные, настоящие ими становились. Комсомолы сегодня никуда не исчез. Он продолжает оставаться в молодежных общественных организациях, в школьном, местном самоуправлении, в различных патриотических движениях и клубах. Все, кто принимал и принимает в этом участие, вкладывают все свое время, душу, свои лучшие годы в эту работу. Вот и сейчас сотни добровольцев из Северского и других районов помогают пострадавшим в ликвидации последствий природной стихии в Туапсинском и Абширонском районах. Праздник получился ярким и насыщенным. Его гостям и зрителям было, что обсудить и вспомнить. Они подпевали знакомым мотивом и громко аплодировали выступающим. Маги, красные маги, горькая память земли, неужели вам снятся атаки, неужели вам снятся атаки, тех, кто с этих холмов не пришли. Вклад в ЛКСМ в историю страны невозможно переоценить. Индустриализация, целина, Великая Отечественная война – вот лишь некоторые вехи в истории молодежной организации. Какие подвиги совершал комсомол, какие подвиги делала молодежь, сплутившись в ряды единые, все решало. Не было никаких преград. И то, что сегодня, сегодня мы имеем с вами, и то, что мы сегодня должны хранить, этим дорожить – это спасибо нашему всесоюзному ленинскому коммунистическому союзу молодежи. На праздничном концерте вручили благодарственные письма, грамоты и медали за большой труд и достижения в работе комсомольских организаций. Ежегодный день урожая отметили в Краевой столице. По традиции праздничное мероприятие состоялось во дворце спорта «Олимп». В нем приняли участие свыше трех тысяч человек. На празднике присутствовали представители личных и крестьянско-фермерских подсобных хозяйств, предприниматели, агрономы, селекционеры, трактористы, водители и все, кто внес вклад в общекраевой каравай. Праздник жатвы впервые проходит осенью, в сезон, когда и подводят итоги урожая. Перед площадью «Олимпа» развернулись стенды, торговые лавки, сельскохозяйственные продукции, шатры и, конечно же, красочные казачьи курини. Украсило праздник и подворье Северского района. Наш любимый Северский район внес в каравай Краснодарского края 111,5 тысяч тонн зерна. А с гектара собрали 61,5 тысяч. Стоит отметить, что урожай зерновых на Кубани в этом году побил прошлогодние показатели и составил свыше 10 тонн зерна. В станице Новодмитриевской подвели предварительные итоги года, обсудили насущные проблемы и наметили планы на будущее. В поселении прошла встреча руководства района с активом поселения. В начале встречи с докладом о проделанной работе выступила глава Елена Шамраева. В поселении регулярно проводится обрезка деревьев по костровы, ямочный ремонт дорог и грядирование улиц. Наводится санитарный порядок. К концу года планируется завершить работы по замене части водопроводных труб. Далее присутствующие смогли задать свои вопросы к районным специалистам и главе поселения. Жители волнуют проблемы уличного освещения, транспортного сообщения, грядирования и ремонта дорог поселения. На все вопросы были даны ответы руководителями служб и ведомств. Отключение электроэнергии. Ситуация малоприятная и не будет преувеличением сказать, что и всех коммунальных услуг. Поставка электричества – самое ценное и необходимое. О работе энергетика в Северском районе и их готовности к зиме пойдет речь в нашем сюжете. Электроснабжение жителей Северского района обеспечивают специалисты нескольких сетевых организаций, в том числе Северский РЭС. Коллектив Северского РЭС из 80 человек обслуживает 9 высоковольтных подстанций и более 450 трансформаторных пунктов. Общая протяженность воздушных линий электропередачи в районе – почти 1700 км, кабельных – около 4. В рамках ремонтной программы энергетики провели комплексный ремонт крупного питающего центра в Смоленске – капремонт линий электропередачи Афибская-Октябрьская. В плановом режиме отремонтирована подстанция Северская и более 230 единиц подстанционного оборудования. К домам жителей энергетики заменили около 120 ответвлений. Все работы проведены в строгом соответствии с утвержденным графиком. Но для безопасного производства работ энергетики вынуждены временно ограничивать электроснабжение потребителей в соответствии с ежемесячными графиками плановых отключений. Вот бригада Львовского сетевого участка проводит плановую расчистку охраны зоны линий электропередачи от деревьев. Ведь высокорастущие насаждения грозят обрывом провода в период непогоды. Работы подобные очень много. Жители не хотят ухаживать за своими насаждениями. Конечно, очень красиво, когда вдоль улицы она зеленая и красивая. Но, тем не менее, проявляя подобную халатность, вы обижаете и себя, и ваших соседей. Потому что из-за веток деревьев происходят постоянные склестные проводов. Они слипаются, сплавляются, что приводит к отключению электрической энергии. С начала года энергетиками уже расчищено порядка 16 гектаров трасс. До конца года в планах расчистка еще около 4 гектаров. Остается острым вопрос обрезки деревьев на придомовых территориях. Энергетики настоятельно просят жителей обращать внимание на расстояние от ветвей деревьев до проводов воздушных линий во избежание негативных последствий. Впереди зимний период Северскому РЭС необходимо подготовить линии для обеспечения надежного электроснабжения граждан. Для этого производится обрезка веток деревьев в охранных зонах воздушных линий. Также производится ремонт подстанций, замена дефектных опор, замена дефектного провода. В целях контроля качества электроэнергии и в рамках борьбы с незаконным потреблением на территории района ведутся работы по установке технических систем учета электроэнергии. Проведение данных работ также требует временного ограничения электроснабжения. В октябре месяце работы будут производиться в Львовском, Михайловском, Новоивановском поселении. В ноябре месяце – в Ильском, Афибском поселении. В декабре месяце – в Северском поселении. Поэтому просим с пониманием отнестись к отключению электроэнергии. Получить консультацию и помощь по всем возникающим вопросам можно по телефону горячей линии Кубанинерго. 8 800 100 15 52 СМС попрошайничество. Абонент получает на мобильный телефон странное сообщение. У меня проблемы. Положи на этот номер 900 рублей. Сам не звони. Свяжусь с тобой позже. Никогда не кладите денег в ответ на просьбы, поступающие с незнакомых номеров. Мировой рекорд побила эта фабрика мороженого в Москве – 237 метров над землёй. Расположенная на смотровой площадке одного из небоскрёбов Москва-Сити, она получила статус самого высокого производства мороженого в мире. Пока нет конкурентов, такого нет нигде в мире. Интересно, конечно, мороженого повсюду очень много, но именно изюминка в том, что приготовлено на такой высоте, фабрика работает с мая. Ежедневно здесь производят тонну пломбира. Это более 500 стаканчиков в час. Окуная его в бельгийский шоколад, гостей угощают лакомством прямо с конвейера. Такое мороженое не продаётся в магазинах. Оно более нежное. Для сладкоежек это самое оно. И его можно съесть больше всего. Потому что у него такое состояние, когда можешь есть, тебе не холодно. И ещё вафельные стаканчики ещё не успели пропитаться. Только упаковщица их поставила на нашу линию, вы его едите через три секунды. С 89-го этажа Москва как на ладони. Всех гостей смотровой площадки мороженым угощают бесплатно и в неограниченных количествах. Вкус великолепный, но, наверное, добавляет как раз высота. Ну, хоть оно особенное. Ощущения не такие, как на земле. Здесь чувствуешь себя, как будто ты в полёте. У меня мороженое с облаками ассоциируется. Мне кажется, оно просто слишком натуральное, поэтому очень вкусное. Несъеденное за день мороженое упаковывают и продают в магазинах. КОНЕЦ КОНЕЦ